Есть судно, оно вроде как военное, а вроде как гражданское, научно-исследовательское. То есть там есть 40 военных и 60 гражданских. Как там и жить? Есть 89-й год, то есть конец перестройки, когда вообще ничего не понятно, что делать, куда, то ли туда, то ли сюда. И вот в этом хаосе судно, идущее на Кубу, Дима, представляешь, да? Да. То есть это коллапс мозга, военно-гражданское, пассажирское, непонятное судно неясного назначения. И вот оно идет сквозь море, но в то же время оно регулярно ходит на Кубу, а это хорошо в советское время, да. Поэтому туда устраивают сыновей высокопоставленных военных, морских военных. И вот там оказывается один лейтенант, у которого в принципе функции на корабле никакой. Ну да, вот он, у него есть должность, но никакого функционала нет абсолютно. И вот история, Саша, начинается с того, что вдруг стучится в дверь, товарищ, который мало с кем общается, потому что он сын адмирала, он заходит, ты можешь меня подстричь под американского спецназовца? Саша говорит, 89-й год, он говорит, плохо пристраивал, как выглядят американские спецназовцы, да и стрики, а не очень. Ну говорит, если ты объяснишь, я постараюсь. Ну в общем, постригли его, говорит, чудище еще то вышло, но страшно, явно страшно. Он опять ушел к себе в кабину и практически ко мне появлялся покушать. То есть человек явно занят чем-то очень важным, но нереально важно. Все, его не трогают, но тем более сын адмирал. И вот они приплывают на Кубу, встают к причалу. У основной массы гражданского персонала основная идея, через 4 часа выходим на берег, где взять денег, чтобы купить рома. Военные занимаются своими делами. Саша вышел покурить на полу. Я выхожу, Куба, уже же Куба, понимаешь. Уже же какая-то суета. И тут, говорит, я вижу. Крадущегося человека, американского рейнджера, со страшной прической, с макея. Но почему-то с моделью автомата Дегтярева, сделанного из картона. Точная копия пулемета Дегтярева. То есть он крадется. И Саша говорит, я теряю дар речи, я не знаю, к чему это. А между тем, по причалу ходит кубинский военный, с ружьем, несет свою вахту. И вот этот самый спецназовец, сын контр-адмирала, с пулеметом Дегтярева из картона, очень тщательно склеен. И вот он поворачивается, и он понимает, он говорит, по лицу явно, что у него звездный час. То есть, наконец-то, и американцы здесь. И он так же легко срывает свой карабин, никогда не стрелявший, бабахает. И Саша говорит, я в прыжке, вот эта замедленная съемка. Кладу его на пол, и этот спрейный Дегтярев просыпается, и кричу, амиго, ноу, ноу. Вот так началась дружба между этим судном, собственно говоря, и обслуживающим персоналом в портах. Когда он говорит, ноу, ноу, совета, совета, аа, совета, аа, все. Все, того увели, больше старались его не показывать. Пока волосы не отрастут. Да, ну, они уже побратались. То есть, они побратались, и вот здесь побратался, вот здесь. И тут он увидел, показывает. Давай, Саша. Саша тоже переволновался, а мы, что, да, а, свитер на нем, свитер. Ama Саша, ну, мы знали, что Ром стоит 2, 2 песо, да, это что. Сколько? Он говорит, 8. 8, он прикинул, сколько их там сидит, совещается, ждут денег. Он говорит, 8, песо надо. Давай. И говорит, Саша, я снимаю свитер, кто-то сворачивает 8 песо, закидывает, е, я ему, он, камрад. Он, советую. Ну, тот, говорит, снимает, но там рукова дырявые. Тот говорит, ничего, нормально. В общем, все. И совещание, а там все в дыму, потому что никто же не видел, что произошло, что Дегтярев разлетел. Ну, где взять? А взять явно негде. И Саша заходит, бросали эту штуку. Ребята, вопрос решен. Осталось решить дело с закуской. С закуской там было еще хуже, не буду рассказывать. Но это очаровательная история. Он говорит, ну как, вот, как ты считаешь, тянет на книгу? Я говорю, да, наверное, тянет на книгу. А я потом стал думать, какое-то настроение, перехода куда-то, плавание. И, собственно говоря, написалось стихотворение такое. Волны, ромбы, звуки самбы. Годы, ромбы, вспомнить нам бы ощущение свободы. В ограниченном пространстве корабля в бескрайнем море. Моросит соленый дождик, слезы падают на память. Вспомнить бы, что все, быть может, с потерявшимися нами, с заблудившимися в датах, строго следовав по курсу. Годы, волны, ромбы, страхи. Эх, как хочется вернуться. Вот такой стихотворение. В конце концов, у нас название книги не получилось, но стихотворение написалось. Следующий стихотворение. Продолжение следует... Ст scrolling.